Для прокладки скоростной трассы Таврида в Крыму планируют снести около 20 домов в селе Совхозное Симферопольского района. Об этом сообщает так называемое Министерство транспорта Крыма. Напомним, оккупационные власти собираются построить четырехполосную автотрассу Таврида протяженностью около 300 километров, чтобы соединить Керчь с Симферополем и Севастополем. Окончательный вариант прохождения дороги через село Совхозное будет определен в этом месяце. Этот проект маршрута уже не первый, но самый оптимальный, подходящий по всем критериям. Число семей, которые будут вынуждены переехать, минимальное. В объезд трассу проложить не получится, потому как это приведет к ее значительному одражанию. По всему село Совхозное объявление. Общественники утверждают, что по нормам скоростные трассы должны располагаться вдали от населенных пунктов. Ее близость грозит жизни и здоровью жителей села из-за высокого уровня шумов и большого количества выхлопов. В селе к тому, что трасса будет проходить близко к их домам, относятся по-разному. Ну, скоростная – это, конечно, плохо. Транспорта будет много, шумно. У тех, чьи дома подлежат сносу, реакция тоже неоднозначная. На самый красивый дом мы попадаем под трасс. Благодарность. Слезы не высыхают. Только вот выгадать что-либо от сноса местным жителям вряд ли бы удалось, поскольку оценщики будут осматривать все в домовладении. Оценка стоимости имущества будет выполняться по рыночной стоимости. Все строения, все имущества, все улучшения, которые на земельном участке присутствуют, будь то тротуары, посадки, какие-то хозяйственные постройки и уровень ремонта внутри помещения, попадающие под изъятие – все будет оценено. Чтобы произвести полную оценку, будут работать оценщики, геодезисты. Варианты компенсации могут быть различны – замена участка на равнозначный, с последующей компенсацией стоимости строительства, либо денежная выплата по итогам оценки. Пожелания собственника будут учтены. Прокладка участка трассы Таврида через село Совхозное входит в пятый этап строительства. Четких сроков строительства скоростной автомагистрали нет. Подготовительные работы служба автодорог Крыма собирается начать в этом году. Экспертизы должны завершиться 1 апреля 2017 года. Она проходит поэтапно. Четыре этапа на экспертизу отправлены, всего их шесть. Продолжение следует... Продолжение следует...